Христос воскресе! Христос воскресе! Послушайте толкование на сегодняшний Ивангелет. Сейчас Церковь на службе нам предлагает чтение и богословы. Такое толкование предлагает нам. Любовь Бога к миру велика. И до того простерлась, что Он отдал не ангела, не пророка, но Сына Своего, и при том и народа. И если бы Бог отдал ангела, то это было дело бы немало. Почему? Потому что ангел верный и покорный Его служитель, а мы враги-отступники. Теперь же, когда отдал Сына, какое превосходство любви показал Господь. Опять, если бы Он имел много сыновей и отдал одного, то это было бы очень великое дело. А теперь Он отдал единородный. Можно ли достойно воспеть Его благость? Мы собираемся, братья и сестры, воспевать храм, да, воспевать благостью Господа. Мы видим, должны помнить как бы о Его любви, да. Тем более, что подходя к храму, мы видим знамение этой любви. Вот знамение любви – это крест Господний. Так что Господь вошел на крест, чтобы спасти нас от греха, проклятия и смерти. И, конечно, входя в храм Божий, мы должны помнить, что здесь живет Господь, да, сама любовь. Конечно, Господь милостив, и мы можем долго ходить по храму, разговаривать, вообще опаздывать в храм. Бог долго терпит, говорит народная пословица, но больно бьет. Вот поэтому мы должны в храм прийти и помнить, что у нас должно быть свое место. Встали на это место и стоим, и не ходим. Поэтому проблема с детьми, почему? Вот покойный отец Дмитрий Смирнов, как бы вообще правильно, я считаю, учился? Как надо с детьми в храм ходить? С маленьким. Входишь в храм, держишь его за ручку, а он через две минуты говорит – все, не могу. Выходи на улицу, а не так, чтобы дети ходили туда-сюда. Конечно, может быть, как Серафим Саровский – они с ангелами играли. Это и Серафим Саровский говорит, но он это видел. Мы не можем так сказать, что они с ангелами играют. Они привыкают в храме ходить, бегать, рисовать, а потом вырастут большими. А что-нибудь помнили. То, что они в детстве ходили, бегали и так далее. К сожалению, это как бы я и сам личный оптик говорю, и вообще в подрастающей похоронении. Вот поэтому Господь, живя здесь, Он нас любит, терпит наши недостатки и наши веки. И, кстати, исторически тоже очень интересно. Вот у Чехова есть такой рассказ, когда один купец на ждество угощал там всех своих служащих. Прекающих всяких и так далее. Вот они заходили, пили рюмочку водки и говорят – да, терпит Бог наши грехи, терпит. Ну, это до семнадцатого года. А потом мы знаем, как все это кончилось. Вот поэтому надо быть как бы внимательнее к этому. Господь нас любит и по любви нас просвещает. Вот поэтому очень важно, да, в этом пункте. И вот дальше такой толкование. Заметь, прошу тебя, что как выше Бог сказал, что Сын через кисть шел с неба, хотя плоть не сошла с неба, но предлежащий Богу приложил к человеку по причине единства лица, единства ипостась. Так и здесь опять предлежащий человеку прилагает Богу слуху. И говорит – отдал Бог Сына Своего на смерть. Хотя Бог прибыл в бестрасте, но поскольку по ипостаси один и тот же был Бог и Слово человек, подлежащий страданиям, то и говорится, что отдается на смерть Сын, который действительно и страдал в собственной помощи. И какая польза от того, что был Один Сын? Великая и недомыслимый человек, чтобы всякий верующий в него получил два блага. Какие два блага? Одно, чтобы не погиб, другое, чтобы имел жизнь и притом вечную. А что такое погибель? Погибель – это когда человек осуждается после страшного суда, на муке вечной, то есть получает тело такое, которое вообще умереть не может и пребывает во тьме. Собственно, вот это погибель еще так. А жизнь вечная – это когда человек благословляется Богом, как мы знаем из Евангелия, и получает тело светлое, ангельское и умереть уже не может. Он говорит, что сам Господь пребывает в чине ангельское. Мы часто это слышим, как святые прославляются, как они ходят в чине ангельское, подавляются ангельское. Собственно, и наша жизнь уже здесь должна быть, в этом смысле, стремиться к ангельское. Конечно, нам трудно не согрешать, но грех и греху рознь. Здесь грехи смертные, то есть не раскаяния. Кстати, опаздывание в храм тоже может стать смертным грехом, когда человек постоянно, непрерывно опаздывает и не исправляет. С смертным грехом, может быть, любое не раскаяния. Это не надо думать, что человек убил, там пришел разбойник такой, раз, там весь человек убил. Это любое не раскаяния. Поэтому очень внимательно надо, конечно, к этому относиться. Итак, получаем два блага, чтобы не погиб человек и чтобы получил жизнь вечную. Ветхий Завет благодаря тем, кто исполнял закон, обещал долголетнюю жизнь. А Евангелие награждает таких жизненно временную, но вечную и неразрушимую. Поскольку два пришествия Христова, одно уже выше, а другое – будущее, то во первом пришествии говорит, что Сын не послал, чтобы судить мир. Потому что если бы Он пришел судить мир, то все были бы осуждены так, как все согрешили, как и Павел говорит. Поэтому некоторые святые отцы говорят – не называй Бога справедливым. Потому что если Он с нами будет поступать справедливо, тогда вообще Его останется живым. Он с нами поступает по любви. Это очень важно. Итак, Господь в первое пришествие пришел не судить мир. Ибо если бы Он пришел для этого, то все были бы осуждены. Но преимущественно для того пришел, чтобы спасти мир. И мы помним, что два пришествия Христова. Первое пришествие для воскрешения души. Второе пришествие для воскрешения тела. Вот сегодня начинается помин усопших. О чем мы молимся? О том, что Господь простил их грехи усопших. Да, и тем самым, чтобы душа подготовилась к принятию жизни вечной. Когда, если сподобиться человеку, то ему дадутся это тело, получит он такой свет. Итак, первое пришествие для воскрешения души, которое мы получаем в Таинстве Крещения. В Таинстве Крещения душа наша сразу воскрешает. Почему? Потому что начинает воскрешать добродетели. С момента Крещения мы вступаем на путь добродетели. Называется подвиг. Или еще называется Царство Небесное нудится. Не хочется молиться, мы себя заставляем, понуждаем. Не хочется поститься, мы себя понуждаем. Не хочется закон Божий изучать, мы себя понуждаем. Не хочется Евангелие читать, мы себя понуждаем. Вот так все делается. В общем, техника-то простая, главное об этом не забыть. А второе пришествие будет для того, чтобы воскресить те тела. Когда душа уже соединится с телом. Но, поскольку Господь первое пришествие пришел для спасения, то на деле вышло, что осуждают тех, кто и не веровали. Моисеев закон пришел преимущественно для обличения греха и осуждения преступников. Ибо закон никому не прощал. Но как находился грешающим чем-нибудь, то в то же время налагал наказание. Вот мы когда изучаем учебник закон Божий, там 10 заповедей, там есть не убить. А если читать сам закон Божий, там почти везде написано убить. А там вот это сделал, сразу вообще смирная карта. Вот это сделал, сразу такое. Такой закон очень строгий был. Вообще строгий закон Божий. Поэтому тут и говорится, что закон никому не прощал, а налагал наказание. Итак, первое пришествие не имело целью судить, кроме тех, которые на деле не веровали. Ибо они уже осуждены. А второе пришествие будет решительно для того, чтобы судить всех и воздать каждому по делам окон. А что значит, верующий в Сына не судится? Неужели не судится, если жизнь его не чиста? Например, человек говорит, я верую. Часто это встречается. Я верую, Бог у меня в душе. Еще так вот. Но я в храм не хожу, вообще не пощусь, но я человек верующий. Можно так иногда встретиться с такой позицией. Как раз про это говорится. Неужели не судится, если жизнь его не чиста? Весьма судится. Ибо таких и Павел не называет искренне верующих. Показывает, говорит апостол Павел, что они говорят, что они знают Бога, что у меня в душе Бога. А делами же отрекаясь его. Впрочем, здесь говорится о том, что не судится по тому самому, что уверен. Хотя в злых делах отдаст сам из других отчетов. Но за неверие не наказывается, потому что за один раз уверен. А неверующий уже осужден. Как? Во-первых, потому что из самой неверии с осуждением. Вот мы иногда встречаемся в жизни с людьми преуспевающими. Богатыми, талантливыми, умными и красивыми. И у нас возникает вопрос. Почему человек так живет вообще? Вроде бы о неверующих. А вот тут про это сказано. И даже хотя бы он был преуспевающим в жизни внешне. И такой внешне радостный. Все равно сказано, что само неверие есть осуждение. Само неверие есть осуждение. Это специально зачитывая. Потому что быть вне света – одно только это величайшее наказание. А что такое свет? Кто это? Христос. И заповедь Его. Значит, быть вне заповедей уже есть осуждение. Потом, хотя здесь не отдается еще в Геюне, но здесь соединил все, что доводит до обучения наказания. Итак, а здесь неверующих наказывают лишенные всякого оправдания. В том, говорит, состоит суд, что свет пришел к ним, а они не устремились к нему. Но в данном случае, вот этот суд, он все время непрерывно как бы, мы в нем присутствуем все там. Потому что все время нам приходится убирать. Как мы будем поступать? По заповеди или нет? Будем ли мы к свету стремиться или нет? Итак, суд стоит в том, что свет пришел к людям, а они устремились не к нему. Не тем только, что они согрешили, что сами не искали света. Но что хуже всего тем, что Господь пришел к ним, а они, однако, не приняли. Посему-то они осуждены. Если бы свет не пришел, то люди могли бы сослаться на незнание добра. Но сейчас никто не может сослаться на незнание добра. Потому что о Христе все знают, а в сети это все есть. Вообще в сети можно все найти. Вообще можно получить образование практически как семинарий выходить. Поэтому в данном случае, действительно, никто не может сказать, что на Христе ничего не знают. А когда Бог Слово пришел и передал свое учение, чтобы просветить людей, а они не приняли, тогда они уже лишились всякого правды. И что кто-нибудь сказал, что никто не предпочитает тему света, выставляет и причину, по которой люди обратились как мы. Потому что, говорит, дела их были злые. Дела их были злые. Так как христианство требует не только право образы мысленной жизни честной, а они пожелали валяться в грязи греха, то посему делающие худые дела не пожелали идти к свету христианства и подчиняться закону Бога. Мы понимаем, почему иногда человек не идет к свету. Потому что есть страсти. И человек хотел бы, но страсти его не пускают. Поэтому надо как бы знать, как с этими страстями бороться. Если человек, тем более, крещеный, он должен приходить на исповедь и стараться преодолевать это страсти. А поступающий по правде, то есть ведущий жизнь честную, благогодную по западе, стремится христианство к свету, чтобы еще более преиспеть в добре, и дабы явно были дела его по Богу. Ибо такой, правильно веруя и проводя честную жизнь, светит всем людям, и Бог прославляется в нем. Хотя люди не знают. Но еще раз читают. Ибо такой человек, правильные веры, то есть содержит православную веру. И стремится к свету, старается исполнять западе Божьей, прижимать в добре, дабы явно были дела по Богу. Ибо такой светит всем людям, и Бог прославляется в нем. Хотя не всем это нравится. Иногда люди говорят, что ты такой фанатик себя ведет вообще. Причем он все время в храм ходит, постоянно. И так далее. То есть если человек не понимает причину, почему человек стремится в храм, и в чем мотивация, то, конечно, человек неправильно судит пастуху другого человека. По всему причину неверия язычников была чистота их жизни. Тут он напоминает слова апостола Папа. Почему человек неверующий? Потому что живет во грехах. И мы это знаем. По мере того, как сердце человека очищается от страсти, он в большей мере просвещается благодатью, начинает понимать и священные писания, и предания церкви, и уже входит церковная речь. Быть может, скажет иной, что же, разве нет христиан, порочных и язычников, одобрительных по жизни? Это очень важный вопрос. Некоторые говорят, вот мы смотрим, христиане вообще благ поступают, а вот некоторые неверующие вообще лучшие христиан по жизни. Вот этот вопрос ставит от святителя. Почему это происходит? Ну, во-первых, очень трудно судить поступки христиан, потому что они иногда вообще движимы духом святим. Но, тем не менее, бывает такое внешнее впечатление. И дальше вот святый говорит, что есть христиане порочные, я сам это скажу. Но чтобы нашлись различники добрые, не могу сказать решительно. То есть, чтобы верующие, неверующие люди были добрые, святить, говорит, этого невозможно быть. Правда, некоторые неверующие, даже не крещенные, могут быть кроткими и добрыми. И он поясняет почему. От природы. Человек рождается кротким, добрым, смиренным, скажем даже так, и целомутым. Это очень интересно. И дальше очень важное замечание. Но это не добродетельцы. Это люди получили вдар. Они же не трудились над этим. Это от Бога. А не от подвига и упражнений в добре, таких среди языческих нет. То есть, мы, христиане, находимся в подвиге и упражнения в добре. И от этого Господь дает на возможность вот такие дары, как кроты, смирение. Это дары Духа Святого. То есть, это очень важно. Это разные вещи. Вроде бы одинаковые люди, как бы внешне, а вот причины разные. Тем более, если человек от природы добрый или громкий, смиренный, наверняка у него есть другие страсти, с которыми он должен бороться. Но не бывает такого, чтобы человек вообще был наделен от природы такими качествами, чтобы он не имел страсти. А христианин от подвига и упражнений в добре должны получать эти свойства. И еще, если же некоторые и кажутся добрыми, то все они иногда делают из-за славы. То есть, по разным причинам. Человек не хочет с другим человеком ссориться. А мы все должны делать ради Христа. Делающие же для славы, а не для самого добра, заходы и предаться злому по желанию, когда найдет тому случайное. Ибо, если у нас, у христиан, угроза гиены и всякое иное попечение, и примеры бесчисленных святых едва удерживают людей в добродетели. Вот здесь Святой напоминает, почему у нас есть угроза гиена, примеры бесчисленных святых, чтение священного Писания. И два, удерживать людей в добродетели. То, как может удержаться в добре человек, который не верует и таких угроз не имеет. И великое то, если они будут придерживаться того добра, в котором они пребывают. Вот будем, братья и сестры, вспомнить о том, что Сын Божий отдан за наши грехи, спас нас от греха, проклятия и смерти, даровал нас благодать святаго Духа. Вот этой благодатью мы и приветствуем друг друга. Христос воскресенье! Воскресенье! Продолжение следует...